Так, всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Так, отличненько, да? Все, у нас запись идет, все идет, слышно, видно, все прекрасно. Так, еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас будет эфир про сердце. Я вчера немножечко перефразировал, чуть-чуть перебрал, да, свои записи, проанализировал. Вот я сегодня хочу немножечко начать с того, что многим, возможно, непонятно, да, схема, скажем так, работы подсознания, то, что спрятано в нас внутри, да, и как это отражается на физике, как работают, собственно говоря, наши импульсы формирования поведенческих стереотипов, и как это в последующем отражается на теле. Вот, буквально в двух словах, значит, все мы прекрасно знаем, да, что у нас есть сознание, это наш ум, да, это наш мыслительный процесс, это знание, полученное в процессе нашей жизни, от кого-то, в школе, от родителей, то есть это, собственно говоря, наш ум, это наше сознание, то, что мы осознаем, да, почему, говоря, стань осознанным, то есть максимально начни понимать, осознавать то, что происходит в твоей жизни. Также у нас есть подсознание, то есть это я, да, по-другому можно еще назвать, скажем так, это наш внутренний мир, да, духовный наш мир, то есть то, что спрятано внутри нас. Это непосредственно формирует нас как личность, то есть характер, да, многие, допустим, изучают там астрологию, нумерологию, знаки зодиака, то есть это как раз-таки все, что формируется у нас внутри, это и есть подсознание. Так вот, соответственно, схема, как у нас происходит в психосоматике, да, то есть мы восприняли какое-то событие, соответственно, наше сознание это восприняло, дальше у нас пошел мыслительный процесс, мы своим подсознанием эту информацию, да, скажем так, душой ее обработали, и, соответственно, у нас появилась реакция. Мозг эту реакцию обработал и выдал, соответственно, ряд наших гормональных каких-то реакций, и пошла перестройка в теле, да, то есть либо мы защищаемся, либо мы реагируем, либо мы зажимаемся, либо наоборот у нас выделяется гормон удовольствия, да, радости, что мы постоянно говорим, да, каких-то отрицательных реакций, то есть возникают точно так же и положительные реакции. Почему говорят, да, что там бывают такие реакции, что там на душе стало легче, да, когда, допустим, поделился какой-то мыслью, либо получил какой-то позитивный опыт. Вот, собственно говоря, краткий механизм, как работает наша психосоматика. Продолжим. Сегодня тема сердца, да, работа сердца, сердечно-судистой системы. Что хотелось бы по этому поводу сказать? Работа сердечно-судистой системы очень тесно связана с психосоматикой, именно с психосоматикой, с нашими умственными какими-то процессами, да, скажем, функциональной деятельностью, с нашими эмоциональными реакциями. Не зря говорят, да, что есть такое, когда, ну, когда мы воспринимаем какие-то новости, да, мы по-разному на них реагируем. Либо все вам знакомо такое понятие, как тяжело на сердце, да, допустим, болит сердце за того человека, да, там, я переживаю и так далее. И мы очень часто используем синоним такого плана, как болит душа, да, то есть мы все знаем, что она где-то находится в груди, ну, где она конкретно находится, никто ее указать не может. Ну, вот как раз это все взаимосвязано. Почему, как я вчера, во вчерашнем эфире говорил, что в сердце находится примерно около 40 тысяч нейронов, схожих по своей структуре с нейронами головного мозга. То есть, соответственно, сердце наше точно так же, да, записывает информацию, и своего рода там находится мономозг. Вот, сильно, как бы, физиологические процессы, как бы, добавлять, поглубляться я не буду, очень такая тоже обширная, колоссальная тема. Вот, на работе сердечно-судистой системы, на работе, собственно говоря, нашего сердца, да, так как сердце – это мышечный орган, достаточно выносливый, то есть он всю жизнь работает у нас, скажем так, в нагрузке, да, то есть он постоянно что-то делает, он постоянно качает нашу кровь, то есть обеспечивает нам процесс нашей жизнедеятельности. Так вот, на сердце, на работу сердечно-судистой системы очень плотно влияют наше эмоциональное состояние, о котором я уже ранее говорил, влияют переживания, хорошие, радостные какие-то моменты. Это очень, как бы, научно, да, легко, скажем так, да, обосновать с точки зрения той же самой науки, да, либо медицины, что когда мы, допустим, волнуемся, да, к примеру, перед каким-то экзаменом, либо перед какой-то квалификацией, да, вот я, допустим, перед эфиром сейчас составлял план, да, чтобы не просто размыто сказать, а более конкретно, да, скажем, закрыть какие-то вопросы, да. Ну и, соответственно, тоже есть некая степень волнения, и понимаю, да, что где-то волнуюсь, где-то сердце чуть-чуть быстрее начинает биться, либо, наоборот, просто на усилии начинает качать, и это нормально. Нормально, скажем так, потому что у нас выделяются определенные гормоны, да, тот же самый адреналин, норадреналин, который, соответственно, усиливает работу именно сердца. Так вот, так как у нас тема марафона психосоматика, хочу осветить еще такую тему, что психосоматические блоки, да, какие вообще психосоматические блоки, какие эмоции у нас могут скрываться в сердце? Предательство, гнев, отращение, обида, отвергнутость. Какие установки на это влияют? Подавленность, пассивность, безразличие, чувство вины. То есть, соответственно, когда мы кратковременно испытываем, да, какие-либо из этих вышеперечисленных эмоций, вот, они, как правило, ну, скажем, носят такой, да, кратковременный характер. Ну, когда мы постоянно живем, допустим, в том же самом чувстве вины, да, либо в чувстве отвергнутости. То есть у меня, допустим, в работе очень часто встречаются, ну, скажем так, я их никогда не называю проблемой, да, такие ситуации, когда человек себя обесценивает, и у него есть чувство подавленности. Он не может выразить свои эмоции, он не может выразить элементарно то, что у него на душе, да, творится. Вот, и это все напрямую связано с работой как раз-таки сердца. Вот. Далее. 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 Соответственно, у нас, скажем так, по цепочке, да, нашего взаимодействия по психосоматике идут следующие, скажем так, да, физиологические изменения. То есть нельзя их назвать отклонениями, да, идут именно изменения. Одним из которых является диафрагментальный блок. Вот как раз-таки диафрагментальный блок – это тема, о которой, соответственно, стоит поговорить. Диафрагментальный блок, диафрагментальный зажим, он же называется еще грудным зажимом. Как можно визуально, скажем так, да, определить у себя самостоятельно? Определить это можно следующим образом, что человек, скажем так, прячет грудную клетку, поджимает плечи и прячет. Это самый просто распространенный такой телесный блок, который просто визуализируется, даже не нужно быть, скажем, специалистом, да, в данной области. То есть человек, соответственно, что делает? Он прячет грудную клетку, прячет жизненно важные органы, он прячет свое сердце. То есть он подавляет свои эмоции таким вот образом, да, он закрыт. И, как правило, я не говорю, что всегда, но, как правило, такой человек, он где-то скрывает свои эмоции. Возможно, немножечко нарушена, скажем так, коммуникация, да. Ну, таких людей еще называют сдержанный, закрытый, стеснительный, слишком скромный. То есть сдерживает он все в себе, да. И ярким примером, скажем, да, есть такие люди, у которых грудь колесом, да, то есть у него, вот они все эмоции, он такой весь эмоциональный, как говорят, да, там, грудь вперед, там, или как грудь колесом, да, то есть он все, у него там эмоции, он весь горит такой. То есть он открытый к эмоциям. Все, что у него внутри, он выдается раз же в этот мир. Соответственно, отсутствие диафрагментального блока, да, на лицо. В одном случае мы видим то, что он реально существует, и в другом случае мы видим, скажем так, его полное отсутствие. Это что касаемо диафрагментального блока. Наверное, сразу скажу, что есть очень такое простое, максимально простое упражнение. Я его сам, бывает, делаю, особенно когда долго сижу, что-то делаю, да, кропотливая какая-то работа, либо когда обучение смотрю. Это просто, вот, скажем так, потянуться к солнышку, да, руки в разные стороны, грудь вперед, и сделать максимально глубокий вдох прям. Прогнуться в спине, в пояснице, и максимально распрямить свою грудную клетку, подтянуть максимально живот для того, чтобы наша диафрагма поднялась вверх, и максимально прям руки в сторону, максимально потянуться вверх, скажем так, к солнышку, открыться. То есть, соответственно, что мы делаем? Мы распрямляем нашу полностью грудную клетку, и наши мышцы, соответственно, тоже приходят в состояние растяжения. Вот, отдельным еще ключом я расскажу, как снимать. То есть, можете самостоятельно еще продиагностировать у себя плечо, находим плечо, край ключицы. Вот здесь у нас между плечом и грудной мышцей есть такая, как бы, впадинка. Буквально 3-4 пальчика вниз опускаемся, здесь у нас находится малая грудная мышца. Можете самостоятельно у себя ее продиагностировать и потрогать. Из моей практики, в процентах в 70-80 моих клиентов эта мышца, как правило, перенапряжена. Эта мышца называется малая грудная. Как правило, она приводит плечо к переди и, соответственно, немножечко скругляет нам спину. То есть, она крепится у нас к переднему второму ребру и, соответственно, она у нас тянет вот таким вот образом к переди наше плечо и проваливается, да, наша грудная клетка немножечко назад. Вот. Есть очень интересное упражнение, которое можно выполнять в домашних условиях. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Упражнение достойное внимания и очень легко выполняется, скажем так, в домашних условиях самостоятельно. Не нужно быть специалистом. Вот. Что еще хотелось бы сказать по этому поводу? Что еще хотелось бы сказать по этому поводу? Я еще хотел, кстати, вчера совсем забыл вам сказать очень интересную вещь. Я вот здесь выписал такую фразу и она у меня прям, скажем так, вызывает интерес и восторг, да. Ведь на самом деле это, скажем, как говорят, все гениальное просто. Все вы уже знаете с прошлого эфира, что наше тело тоже, скажем так, записывает, да, эмоции на клеточном уровне. То есть оно запоминает. А есть даже такое понятие в остеопатии. Я изучал это направление тоже. В работе, скажем так, инструменты именно по остеопатии очень хорошо помогают. А вот я считаю, что в работе с телом, в работе с психосоматикой, да, с подсознанием все-таки очень круто, когда специалист использует одновременно несколько, скажем так, инструментов. То есть всесторонний подход, да, именно к решению какого-то вопроса. Так вот, любая паразитическая программа своего рода захламляет. Захламляет, скажем так, пространство в нашем теле, да, жрет этот ресурс. То есть прям поедая этого, не то, что, да, она его потребляет, она его именно сжирает. Она его сжирает в пустую, паразит. То есть это какие-то деструктивные программы, да, какие-то обиды из детства, какие-то, скажем так, паразитические программы того плана, что вот я недостаточно хорош, да, я даже более могу сказать, что я сам лично, да, в себе это прорабатывал. И скажу честно, что я постоянно нахожусь в состоянии или в позиции постоянного ученика. Я всегда учусь, я всегда читаю. То есть всегда познаю новое. Для меня это интересно. То есть я тоже нахожусь, скажем так, как говорят, послойность, да. Один слой, скажем так, снял, да, с себя каких вопросов, деструктивных программ, там, ненужных каких-то программ, да, которые себя уже отжили. Появляется другой слой. И постоянно, скажем, как говорят, да, совершенству нет предела. Так вот, именно вот, когда мы избавляемся от этих старых деструктивных программ, которые, да, поедают наш ресурс, когда мы начинаем именно убирать свои телесные блоки, когда мы начинаем убирать телесные зажимы, когда мы начинаем именно, скажем, восполнять свой энергетический ресурс, правильно, да, делать какие-то элементарно, допустим, что касаемо тела, физические упражнения, когда мы начинаем вести, скажем, здоровый образ жизни, правильное питание, потому что неправильное питание точно так же на уровне физиологии, да, оно начинает забивать, забивать, скажем так, тот же самый элементарно, да, ЖКТ, наш, мы тратим лишнюю энергию на перерабатывание, допустим, той же самой пищи, которая захламляет, можно так сказать, наш организм. То есть, эту тему можно продолжать дальше, но сама мысль, сама мысль потом, по сути, да, в чем заключается? Когда мы захламляем наше тело, да, вот, ненужной пищей, ненужными программами, ненужными ресурсами, ненужной тратой энергии, да, в никуда, это мешает абсолютно во всех сферах, абсолютно во всех сферах. Я неоднозначно своим клиентам объясняю следующее, что если трактовать заболевание с точки зрения китайской традиционной медицины, то заболевание есть нечто иное, как энергетический затор в одном из меридианов, да, немножко коснемся темы меридианов, все вы прекрасно знаете, да, что у нас по телу проходит энергетический меридиан, и это научно доказанный факт, реально научно доказанный, в интернете очень много этой информации, не будем, да, мы, скажем так, вдаваться в доказательную базу, но помимо основных меридианов, да, которые, скажем так, находятся по левую, по правую сторону, то есть семь с одной стороны, семь с другой стороны, есть еще восемь волшебных меридианов, есть малый круг, есть большой круг, да, есть, скажем так, мужская, есть женская энергия, так вот, к каждому меридиану прикреплена, прикреплен тот либо иной орган, соответственно, по поводу сердца, точно так же, да, сердце у нас прикреплено к определенному меридиану, и соответственно, когда у нас идет энергетический затор, в конкретном меридиане, то тот орган, который у нас закреплен, сегодня, так как тема сердца у нас, да, здесь самый основной меридиан идет предсердечный меридиан. То есть он таким вот образом у нас проходит и опускается грубо говоря прям в лобковую кость. Вот так. Он ровно по центру проходит. На нем находятся три точки. Точка между, ровно по центру груди, между, значит, сосками. Находится точка чуть выше пупа. И точка находится самая основная, называется океан меридианов. Это точка четыре пальца ниже пупа. Вот. Особенно может быть, если обращали внимание, скажем в позе лотоса, да, многие йоги вот таким вот образом используют, да, и куда они ложат? Правильно. На точку ниже пупа. Так вот это называется океан меридианов. Там как раз-таки находится концентрация жизненной энергии цифр. И вот, соответственно, когда мы, да, начинаем что делать? Сгибаться, сутулиться. У нас получается здесь блок, со спины блок и происходит как раз-таки вот этот медиатический затор. То есть, соответственно, что формируется заболевание. Потому что вот лично моя точка зрения, да, вот я, скажем, из разных источников ее сколько раз подкреплял и говорил, что ведь заболевания характеризовали и придумали кто? Люди, врачи. Правильно? Ведь раньше, когда, допустим, не было, скажем, настолько мощной аппаратуры, да, настолько мощных, скажем так, анализов, о многих заболеваниях просто-напросто не знали. Даже не понимали, не думали о существовании, допустим, да, того-либо иного заболевания. Вот все как бы на самом деле очень интересно. Я на эту тему очень много дискутировал, скажем, да, с многими специалистами, с остеопатами, с мануалами, и с эзотериками, и со специалистами по энергопрактикам. Вот. Мы все сходимся в одном едином мнении, что непосредственно работа с меридианами, непосредственно работа с энергетической составляющей, да, работа с подсознанием и работа с сознанием, вот, как раз таки она благоприятно влияет на общий фон здоровья, да, на общее качество жизни, на энергетический ресурс человека в целом. То есть, когда у нас, да, как говорят, что, что во мне, то и во вне, да. То есть, если ты внутри здоров, если у тебя внутри все функционирует хорошо, все гармонично, то, соответственно, у тебя и сфера жизни тоже, как говорится, да, работает очень хорошо. Вернемся к предсердечному меридиану. Значит, данный меридиан контролирует распределение крови и энергии именно по внутренностям, да, то есть по верхнему грудному отделу. То есть, это легкие сердце. Я сегодня вам дам легкую практику, которой я непосредственно пользуюсь сам, вот. Практика очень простая. Наверное, вы слышали о такой железе, называется наевилочковая железа, либо еще по-другому называют тимус. Вот, это орган, который формируется у нас, он работает с самого рождения и отвечает непосредственно за вот этот первоначальный иммунитет, да. А также вилочковая железа является непосредственно самым большим органом лимфатической системы. Вы спросите, да, какое отношение она имеет к сердцу, да, самое прямое, самое непосредственное. Почему? Потому что не забываем о том, что лимфа, это, скажем так, ну, простым таким языком сказать, да, это канализационная система, да, скажем так, сливная система нашего организма, которая выводит яды и токсиды с нашего организма. Так вот, упражнение максимально простое. Опять же, в середине груди между сосков находим грудину, косточку и легкими постукиваниями, я обычно делаю от минуты до трех, прям легкими-легкими постукиваниями стимулируем эту мышцу. Это самое распространенное, самое такое простейшее максимальное упражнение. Для чего она делается? Для стимуляции вилочковой железы. Так как данная железа, как правило, после 25-30 лет, скажем так, свою деятельность активно, да, она потихонечку уменьшает. Вот. Что еще, что еще я хотел вам сегодня сказать? Я читал в группе по поводу вопроса, вот, вот еще я записывал себе, да, по поводу, значит, если выпирает позвоночник на уровне груди сзади, да, по-моему, такой вопрос звучал, как это можно исправить? Значит, прежде всего необходимо, скажем, для полноценного диагноза, да, для установки, скажем, полноценной и корректной работы там, над данным вопросом, необходимо сделать МРТ. Это самое главное. Для чего? Для того, чтобы исключить зажимы, для того, чтобы исключить какие-то патологии, чтобы не, в процессе работы, не защемить корешку, корешочки нервов, да, чтобы не навредить. Это самое главное. Второе. Как с этим работать? Необходимо, прежде всего, растянуть, непосредственно растянуть как раз-таки диафрагментальные зажимы. То есть, большие грудные мышцы, малые грудные мышцы в обязательном порядке. Диафрагментальные зажимы необходимо убрать. И необходимо работать со стороны спины, то есть, трапециевидная мышца и ромбовидные мышцы. И, соответственно, прямые мышцы, то есть, временная прямая мышца шеи. То есть, с этим необходимо со всеми работать. И данный симптом, как правило, устраняется. Но, скажем, для того, чтобы быть более корректным, да, необходимо еще учитывать степень, изначальную степень и в каком положении вообще, в каком состоянии находится позвонок. То есть, это тоже немаловажно. Если там уже идет, скажем, кифоз, кифоз, да, именно искривление, дуга, уже достаточно, скажем, такой тяжелой степени, да, идут уже закостенения межпозвонковых дисков, когда они, скажем, плотно-плотно прилегают друг к другу, да, и хрящевая ткань уже настолько, скажем, запередевшая, что она практически уже называется дегидрированная, да, когда она неэластичная, то есть межпозвонковое пространство, она уже начинает, скажем так, немножечко костенеть. Вот это тоже моменты необходимо учитывать для того, чтобы не навредить. Это самое главное в работе вообще с опорно-двигательным аппаратом, тем более с костной системой. вот, и самое основное, что в работе с опорно-двигательным аппаратом необходимо работать прежде всего с мышцами. Вот, значит, как, как вообще состояние здоровья позвоночника и состояние мышц влияют на сердце? Вот этот момент, как раз таки, да, мы плавно с вами подошли. Прямая взаимосвязь, прямая. Значит, объясняю следующим образом, что отделы позвоночника посегментарно отвечают за те либо иные органы, да? Наверное, все вы прекрасно об этом слышали, читали. Вот, значит, грудной отдел отвечает, соответственно, за иннервацию, то есть за нервное обеспечение и питание грудного отдела. И, соответственно, те внутренние органы, которые находятся именно в сегменте грудного отдела позвоночника, вот, если в грудном отделе позвоночника есть какие-либо проблемы, недостаточность питания, недостаточность кровоснабжения защемления каких-либо корешков то соответственно будут проблемы именно сигнализации с питанием, с кровообращением вообще будут какие-либо нарушения я не говорю, что там значительные именно вот нарушения в работе внутренних органов грудного отдела почему? потому что мысль потерял почему? потому что вот я забыл мысль грудной отдел у нас неважно, да, грудной отдел вот, точно как у нас собственно говоря идет периферическая нервная система то есть периферия у нас есть центральная нервная система, головной мозг и соответственно спиной мозг это периферия мозг дал команду периферической нервной системы, да, допустим поднять руку я кстати приведу вам очень колоссальный пример, чуть попозже Допустим, мозг дал программу поднять руку, да, либо пошевелить пальцем. По периферической нервной системе сигнал, импульс у нас пошел через позвоночник, через спинный мозг, соответственно, да, по лучезапястному каналу пошел к руке. Рука наша подвигалась. То есть, если у нас будет здесь зажим, то, соответственно, проблема будет здесь. Буквально недавно, сам лично проходил следующий момент. Подушка, казалось бы, да, обычная подушка, все хорошо. Вот. Я постоянно и периодично сюда поддерживаю свое тело, хожу в тренажерный зал, занимаюсь спортом. Начало болеть плечо. Ну, соответственно, я что думаю? Значит, я, наверное, где-то, может быть, неправильно поднял, может быть, что-то потянул, да. Вот. Я начинаю искать, соответственно, проблему у себя, да, нахожу, думаю, так, тут болит, там болит. Соответственно, да, я прихожу к определенному выводу. Ставлю себе иголочки, соответственно, да, мне становится легче. Но симптом буквально через сутки повторяется. Я задумываюсь, а там ли я ищу. Начинаю себя тестировать, смотрю. Отлично, хорошо. Нахожу зажим в области шеи. Думаю, прекрасно. Плечо, да, казалось бы, болит практически до локтя. Острая боль здесь, здесь. А проблема вот здесь. Меняю подушку. На следующий день я встаю, плечо болит значительно меньше. Буквально через сутки плечо практически и проходит. Вот сегодня себе на ночь тоже поставлю иголочки. Я думаю, что завтра я проснусь абсолютно без боли. Соответственно, есть даже, допустим, в китайской традиционной медицине такая пословица, да. Когда болит хвост, лечите голову. Так вот, к чему это веду? Что симптом, вернее, первоисточник, причина, да, проблемы, либо заболевания, не всегда там, где болит. Вот это тоже важно очень сильно понимать. Явным примером еще может следующее быть, что многие, возможно, замечали, когда мы что-то сидим делаем, да, особенно когда мы за компьютером работаем, либо когда мы пишем. Начинают, допустим, не иметь здесь палец, либо вот часто имеют мизинец, да. Мы что делаем? Мы там трем локоть, потому что у нас здесь болит, казалось бы, да. Но мы же сидим, мы же на локте опираемся. Но проблема, на самом деле, далеко не в руке. Проблема вот здесь в шее. Это называется синдром задней лестничной мышцы. Вот, собственно говоря, плавно, да, от сердца пошли к шее. Повторюсь еще раз, что состояние позвоночного столба напрямую связано с работой сердца. То есть, если у нас есть проблемы, соответственно, да, в позвоночнике, то, правильно или поздно, это аукнется, да, в работе сердечно-судистой системы, в работе сердца, в работе легких, соответственно. Поэтому организм я никогда не разделял, я вообще не сторонник разделять организм, да, на какие-то там системы, подсистемы. Потому что организм это цельная, колоссально сбалансированная и очень продуманная система. Система. То есть, организм един. Я в работе непосредственно всегда применяю, даже если человек приходит с проблемой, допустим, с болей в шее, я всегда работаю непосредственно только со всем телом. Почему? Потому что проблема не всегда там, где болит. Собственно говоря, вот таким вот образом, я думаю, что, в принципе, я все темы, которые хотел раскрыть, раскрыл. Я бы вас очень хотел попросить сегодня с вами немножечко поговорить в формате вопрос-ответ. Мне просто хочется услышать, может быть, какие-то ваши конкретные вопросы и как бы на них ответить, целеустремленно. Потому что вообще сама по себе тема глобальная просто, она обширная. Психосоматика и тело, на ней можно говорить, я думаю, что часами просто. И ни у кого нет вопросов. Светочка, у тебя есть вопросы? Привет, Леш. Да, и у меня нет вопросов. Мне все понятно, очень здорово. Я бы хотела, если бы ребята позадавали вопросы, именно вот, чтобы нам не уходить на другие органы, потому что у нас еще с вами, ребят, 20, 19 дней, да? Еще целых. Да. Сколько там. Поэтому мы все органы потихонечку разберем. И чтобы ребята, кто смогут смотреть в открытом доступе, чтобы они, возможно, нашли там и свой ответ. На какой-то вопрос. Поэтому, ребят, не стесняйтесь, позадавайте вопросы Алексею, что касаемо сердца, все, что каких-то там мышц, что, как, почему. Если есть какие-то вопросы, прям не стесняйтесь, ребят, задавайте. Чем больше вопросов вы зададите, тем больше ответов мы дадим. Не только для вас, но и для всех, кто будет смотреть. Спасибо, Леш. Стесняются. Я тоже стесняюсь, честно говорю. Еще, я так думаю, что очень интересную тему можно, да? Как сердце связанное... Сердце связанное... Я вот сам лично, да, эту тему проходил, изучал. Закрытое сердце, да? Это подавление эмоций. Очень интересная тема, так как у нас все-таки психосоматика. Сердце вообще непосредственно связано с психосоматикой. С психосоматикой и с работой именно подсознания. Когда вот у нас... Допустим, есть такая, да, программа, что... Будь скромнее, да? Вот. Либо молчи. Либо ты много говоришь, как в детстве, да? Вот особенно те, у кого воспитание построже. Вот у меня воспитание достаточно строгое было. Я из семьи военнослужащих. И вот мне всегда говорили, да? Там, не балуйся. Там, будь тише. И вот непосредственно что мы делаем? Мы подавляем себе эмоции, да? А что такое маленький ребенок, которому хочется, да, там, не знаю, беситься, играть и прочее, и прочее. И вот ему говорят, да, что там, помолчи, не мешай, я не знаю, там, подожди сейчас немножко не до тебя, да? Я думаю, что все проходили, наверное, я так думаю, что процентов в 80 эта тема отзовется однозначно. Так вот, что мы делаем? Мы закрываемся. Мы закрываемся, мы начинаем, что? Подавлять себе эти эмоции, да? Ну, иногда же хочется там побеситься, а тут же говорят, что нельзя. Вот. И, соответственно, что умысляет? Начинает формироваться именно паттерн, двигательный паттерн. То есть паттерн, привычное состояние нашего тела. Когда мы потихонечку начинаем, что делать? Стесняться где-то выражаться, стесняться где-то говорить. Мы начинаем закрывать грудную клетку, мы начинаем поджимать плечи. Соответственно, да, потом у нас прицепы начинаются выше, выше и выше. Поэтому сердце, эмоции, психосоматика и подсознание, я бы сказал, это прям вот взаимосвязь просто максимально тесная, максимально конкретная. Вот. Ну, раз вопросов нету, давайте. Вот, Елена. Да, говорите, Елена. Так, 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 Елена, Елена. Елена, наверное, вылетела. Ребят, вы поднимаете, я помогу, если что, от вас. Да. Так, Лен, говори, я тебя открыла. Лен, тебе нужно микрофончик включить. Так, вторая, Лена. Добрый вечер. Слышно теперь? Да, да, слышно. И, пожалуйста, как холодная вода влияет на психосоматику и на сердце? Вообще классно она влияет. У меня аскеза уже, наверное, месяца четыре. Я каждое утро после принятия душа обливаю себя холодной водой. Она несет пробуждающий эффект. То есть, соответственно, что делает холодная вода? Она собирает нас. То есть, мы попадаем, да, своего рода в экстремальные условия. То есть, нам здесь было хорошо, тепло, комфортно. Тут резко холодная вода пошла, да. Она бодрит. Она, во-первых, максимально загоняет прям вот кровь к органам кожи. Максимальное пробуждение идет. Это для кожи хорошо эластично. Ну, кроме положительных эффектов, я вам, честно, хочу сказать, мне добавить нечего. Ну, соответственно, да, надо к этому подходить. Первое – это осознанно, как говорят, да, с умом понимать, осознавать то, что мы делаем. Для чего мы это делаем? Не просто так, что там Алексей сказал что-то классно, все побежали холодной водой умываться, да, там, обливаться, а потом с соплями сидим. Нет. Это нужно понимать, осознавать и, соответственно, к этому быть готовым. Я к этому готовился, ну, скажем так, к определенный промежуток времени, да, чтобы не шокировать. Что касаемо холодной воды, допустим, после бани, да, это немножко другая тема. То есть тут нужно, конечно, учитывать, скажем так, исходное состояние человека. То есть готова ли его центральная нервная система, да, сердечно-сосудистая, там, есть давление, нету давления. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Пожалуйста. Юлия, говорите. Здравствуйте. Вот как раз заговорили про закрытость, да, и тогда возник такой вопрос, может быть, что-то можете посоветовать по поводу блока на проявленность, да, когда вообще был запрет полностью быть собой абсолютно и делать то, что ты хочешь. Вот. И сейчас, как бы, я выгорела полностью, потом я себя долго оттуда выковыривала, и сейчас у меня получается, что я начинаю проявляться эта необходимость, и вот, и я, ну, вот просто блог, и все стоит. Может быть, что-то есть у вас посоветовать? Есть, есть. Юль, не поверите, я вас прекрасно понимаю, прям вот отзывается вообще. Я вам хочу так сказать, что самостоятельная работа – это очень долгий и кропотливый труд, и я вам из опыта могу своего личного сказать, что за собой мы многого просто не видим и не замечаем. Поэтому порекомендовать, я вам честно могу сказать, что зайти в работу, зайти в работу и работать. Работать осознанно, работать кропотливо, с интересом, в легкости, да, и с удовольствием. Вот это самое главное. Не через подавление себя, да, не из состояния надо, а вот как я люблю говорить, да, своим клиентам с кайфом. Вот именно жизнь, жить нужно с интересом, с легкостью и с кайфом, понимаете? Да, да, да. Поверьте, это самый, скажем, короткий и наилучший путь. Это приобрести опыт и знания. Да, именно в удовольствие очень точно, потому что, а по-другому уже никак не получается, потому что через силу уже вообще ничего не может, ну, никак просто. А вы из состояния, да, вы из состояния надо, из состояния преодоления, вы ничего не получите. Я проходил это, я из опыта говорю. Да, да. Из своего личного опыта. И когда ты делаешь через силу, потом через 2-3 дня, ты, фу, и не хочу. Я и платное обучение также бросал, понимаете? Вот сейчас я вообще как бы учусь, купил обучение в школе интегрального развития биохакинга. Я с таким кайфом просто там прям поглощаю информацию. С кайфом, с легкостью. Блин, это бомба. И они усваиваются, они структурируются, и они вот моментально просто они усваиваются и реализуются, понимаете? Вот, вот, что значит удовольствие. Да, спасибо, да. Да, всего доброго. Спасибо. Ну что, друзья мои, вопросов нету. Будем тогда закругляться. Да, наговорите. Здравствуйте, Алексей. У меня вот такой вопрос. Я не знаю, правда, как бы, насколько он уместен. В общем, у моего папы был инфаркт в свое время. И вот есть ли какие-то советы, когда... Чем можно себе помочь уже, когда печень отлетела, то есть в кризисные моменты, вот, помочь сердцу? Вы скажите, вы имеете в виду после инфаркта чем помочь? Нет, я имею в виду в кризисный момент, когда вот я просто помню, что он несколько дней с ним ходил, терпел. Вот, и вот именно когда уже, и у меня так бывает, что сердце ёкает, вот, в какие-то тяжелые моменты, вот, как-то себе облегчить ситуацию. Или там уже поздно, и лучше сосредоточиться на профилактике. Ну, Анна, вы знаете, ну, смотрите, если уже инфаркт случился, то там ничем не облегчишь. Там надо быстренько-быстренько в больницу. Но все-таки, как бы, это не шутки, потому что, ну, вы же знаете, да, что физиологически понимаете, что такое инфаркт? Это, грубо говоря, дырка в сердце. Вот, а инфаркт может быть обширный. То есть, как вы можете себе помочь, когда у вас, скажем так, ну, кровотит, как объяснить, ну, дырка в сердце, разрыв мышечной ткани. То есть, тут, как бы, ну, я бы задумался. Чем можно помочь себе до? Ну, это, опять же, да, следить за своим телом. ЗОЖ, то есть, здоровый образ жизни, правильное питание. Хотя бы минимальные какие-то занятия физической активностью. Вот, это состояние поддерживать полностью сердечно-сосудистую систему, да, то есть, алкоголь, курение. Следить за тем, что мы кушаем, потому что, да, вы все знаете эту фразу такую, да, мы есть то, что мы едим, мы есть то, что мы думаем, да. То есть, вот, а когда уже инфаркт случился, как бы, ну, моя рекомендация, честно скажу, прямая, это в больницу сразу. И по состоянию инсультов то же самое могу сказать. У меня, скажем так, есть такой достаточно приличный, хороший, обширный опыт и работы непосредственно с людьми после инсультов. После тяжеленных инсультов у меня и матушку. Матушку я также вытаскивал после тяжеленного инсульта с парализацией полностью правой стороны, да. Вот, я вам честно хочу сказать, что чем быстрее мы в данных случаях, да, неважно, инсульт, инфаркт, либо другие какие-то тяжелые, да, заболевания. Чем быстрее мы обратимся за квалифицированной помощью, именно квалифицированной, да, тем, соответственно, более легче будет реабилитационный период и, собственно говоря, исходный, да, какой-то момент. То есть это очень важно понимать, потому что вот у меня был мужчина буквально недавно, я с ним работал, да, непосредственно с иглотерапией, да, методикой иглотерапии. Он очень легко отошел от инсульта и очень быстро восстановился. И вообще, вот, честно скажу, у него никаких вообще отклонений не было. Вот, хотя мужчине, как бы, 64, да, ему года. Почему? Потому что, он говорит, мне плохо буквально стало, супруга тут же недавно вызвала скорую. Вот, буквально в течение, там, часа его доставили, не сказали, да, у вас, там, инсульт. Все, сделали, ну, меры, да, какие-то предприняли, все, человек восстановился. Очень быстро, очень замечательно. То есть это очень важно осознавать. Поняла, спасибо. Пожалуйста. Ну, все, тогда, раз вопросов нету, раз вопросов нету, будем тогда завершать нашу трансляцию. Завтра у нас тема легкие. Вот, у меня огромная к вам просьба. Если у вас у каждого есть какие-то вопросы, да, пожалуйста, напишите, либо мне можете в личку написать, либо можете написать сюда в чат, в группу, да, все-таки формат вопрос-ответ, вы, скажем так, помимо общей какой-то информации, вы получите информацию конкретно по себе. То есть это, скажем так, возможность получить ответ непосредственно на свой вопрос, понимаете. Пока такая возможность присутствует, пожалуйста, задавайте. Вот, возможно, вы, даже невозможно, да, вы не только себе ответите на этот вопрос, да, возможно, у кого-то точно такой же будет ответ, и кому-то он поможет. Так что не стесняйтесь, задавайте, говорите. Все, тогда на этом завершаем. Всем всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова